друзья всем огромный привет вы на канале делай сам с вами снова алексей сегодня у нас в ролике будем обшивать вот этот домик это был раньше дом сейчас табаня сделаем реновацию достроим доделаем потому что как видите он свес кровли ужасный это все было дело сделано ну как всегда вроде бы временно но ничего не бывает более постоянно чем временное да это вы сами знаете прекрасно вот так что сегодня приведем этот это строение в отличное состояние так что вам всем приятного просмотра поехали вот так он сейчас выглядит обшит он имитации бруса простоял шесть лет как вот видите свет вот такой вот ужасный все это было не доделано здесь было окошко все это закрыть имитацию бруса я всю прошил гвоздями потому что немножко повело в общем вот такая вот картина что же из этого получится на первым делом я отбил уровень уровень у нас слишком выходит вот как видите аж вот сюда то есть перепад 12 сантиметров получилось по земле ну и по имитации бруса тоже не знаю почему так было сделано тоже очень криво прошито второе что не пришлось сделать это пробить имитацию бруса так как со временем ее все покоробило и тем более она была пробита на маленькие гвоздики хотелось чтобы меньше видно было по итогу это было все плачевно сейчас пробью весь фасад пробивать буду все винтовыми гвоздями семидесяткой обшивать буду вот таким вот материалом это фасадная плитка хауберг техниколь вот такой вот свет красивый называется он бельгийский длина метр ширина 250 2 и 4 где-то примерно миллиметр толщина у него и защитная пленка которую при монтаже необходимо будет демонтировать сейчас будет подготавливать стартовую полосу нам нужно вымереть размер делается все просто выставляем стартовую полосу я выставил шнурку теперь поднял на 10 сантиметров так как первый уровень был по уровню отбитый и у нас получается что у нас первый уровень быстро не четко и вот двух сторон по 10 сантиметров выстрела но опять же шнурку размер уже обрезал снимаем защитную пленку все раз первый рис готов все по шнурочку также сейчас все сделаем с другой стороны вплоть до конца второй ряд также сейчас будут пробивать по шнурке выставил по уровню и потом уже будем приспособа применять друзья в общем сделать такие вот и зажимов это обрезок ламината здесь шириной и высотой мне он 9 и 8 получился я то есть уже пробовал сделал несколько штук таких вот теперь вот так просто берем посередине что дело стыковаться будет вот он стык него видно здесь вставим лист раз его опустили здесь по кранику выровняли берем теперь и переставляем на следующую получается один зазорчик все ровненько можно быстро смонтировать 5 плиточек прям вообще за пять минут берем берем следующий кусок ну погнали ну погнали ну погнали так сколько три минуты пять панелей шовчики все одинаково и получается все четко да друзья конечно сейчас показываю как я работаю профессиональным инструментом работал я конечно и пневматическим инструментом и аккумуляторным инструментом но две стены самые большие стены я пробил все молотком все вручную да тоже можно делать но конечно время занимает побольше нежели это делать профессиональным инструментом так что все поддается сравнение так что все поддается друзья зашил окошко везде и теперь я понял почему производитель рекомендует плитный материал выезде либо фанеру а потому что все ровненько все далеко сходить час я надеюсь будет видно да вот вот на войско где у нас нас будет просветить прям одинаковые и вот у нас сейчас сразу он бросается в глаза вот какая может быть из-за того что немножко выгнута конечно если перед вами показал вы бы этого не заметили со стороны это смотрится это шикарно но тем не менее имейте ввиду что нужно все-таки делать по избе либо фанеру не было просто это глупо делать меня уже уэсби было обшить дом потом сделан контур обрешетка и поверх уже имитация бруса поэтому не стал я тратить лишние средства просто сделал на имитацию бруса но смотрится кстати неплохо и прищепочки приспособы прям классные штуки советую сделать вот такие вот уголки также с крошкой обсыпаны уголок твердый толстенький одно отверстие сделал чтобы мне можно было сейчас зафиксировать дальше взял сверло четверочку что потом не деформировалась чтобы температурный перепад был расширение этого металла так у меня дальше идет следующий уголок но у меня длинный заходит до самого конца я его обрезать не буду самон делается внахлёст вот так вот выставлю с большим нахлёстом получится и засверлюсь и приключу но погоду дает поработать но хотя бы два уголка сформировали сразу вид другой дождь льет водосточку делать также использую уголок внутренний он тоже 50 на 50 несмотря на то что я совпали у меня все ряды порядок к но даже это было бы не страшно все равно это вот таким образом закроется и не будет видно ну скажите шикарно здесь делаю все по налоге также простреливаю отъезтие и прикрыл смотри делаю с нахлёстом то есть начинаю снизу вверх минимум пять сантиметров я сначала фиксирую один саморез потому что чтобы два металла прострелить уже было после очень удобно чтобы не держать одной рукой а было зафиксировано теперь можно просто взять руки свободны прикручиваем все уголочек зафиксирован оконный проем я уже начал формировать также ставлю уголок 50 на 50 здесь вырезал по 90 градусов и на верхнем также вы вырезал по 90 градусов перед у нас получается вот таким вот образом и крепим на саморезе ки наверху как видите не дошло до конца не хватает но я сделал два одинаковых кусочка чтобы смотрелось одинаково то есть с одной стороны и с другой стороны то есть так же все зарезал на самом деле есть два варианта формирования угла я решил делать все полностью нахлёст то есть у меня вот эта часть можно было завести под мягкую черепицу под халберг под сам чтобы нас висала чтобы не никто ничего не затекал но здесь большой свес и затекать то ничего не будет и снег засыпаться тоже не будет в общем таким вот образом я сделал то есть вот так вот уголочек смотрится то есть вот так нас два одинаковых в принципе это очень хорошо смотрится друзья по итогу у нас получился вот такой вот красивейший фасад когда все закончено все уголочки стоят на месте все выглядит довольно таки шикарно почему я не знал этот материал раньше можно было бы сделать его изначально не обшивать имитация бруса а сделать сразу по уэсби все-таки по плитам материал это делать будет лучше вот так вот такая красота уже сделаны софиты все полностью готова но это мы покажем в следующем ролике друзья ну в общем у нас получилось с вами вот такой вот выпуск сделал я это все один конечно же первый раз и все получилось я боялся переживал что не получится но в итоге все прекрасно получилось сами можете оценить это от вас же я жду обратной связи что вы думаете по этому материалу по этому фасаду как считаете как это стало выглядеть а все таки что было до и что стало после это две разные вещи вот вам же хочу сказать огромное спасибо что смотрите что поддерживаете пишите ваше мнение вам же всем крепкого здоровья до новых встреч пока пока